Сегодня мы полетим на побережье Нового Орлеона. Миссия? Мы будем помогать двум сотрудникам береговой охраны, которые проявили себя героями во время урагана Катрина. Офицер второго ранга Джон Джемисон хочет спасти своего друга, который питается одним фастфудом. Сюрприз! Но когда на кухне становится слишком жарко, это пожарная тревога. Они спасают меня. Повар на дому. Я оказался в Новом Орлеоне на станции береговой охраны США. Я приехал сюда, потому что получил потрясающее видео от парня по имени Джон. Меня зовут Джон Джемисон, я бортмеханик вертолета береговой охраны HH-65 «Дельфин». Я хочу приготовить ужин Джейсону Кейку, моему хорошему другу. Во время урагана Катрина он прилетел из Сан-Франциско, провел здесь 2-3 недели, а затем улетел обратно. Тошлым летом его должны были перевезти сюда. Перевели, он проведет здесь 4 года. Кертис, помоги мне. Я хочу отдать дань уважения этим парням. Я хочу приготовить для них вкусное блюдо. Давайте найдем Джона. Я уже поговорил с его боссом, поговорил с парнем по имени Джеймс. Сейчас мы его увидим. Как дела? Кертис, спасибо, что приехали. Я очень рад. Я сам рад. Теперь мы увидим Джона? Хорошо. Сейчас Джон с ребятами работает, я слежу за ним из окна. Так. Вон он. Вы, ребята, пилоты вертолета. Нет, он бортмеханик на вертолете. Бортмеханик. Да, на вертолете, ясно. Он отвечает за снижение во время спасательной операции на воде. Невероятный, говорит пилоту, что делать. Это сложная работа. Давайте подготовимся, ребят. Он там? Да, вон там, вон он. Смотрите, в зеленом летном костюме. Пойдемте. Быстрее, ребята. Он стоит нам спиной. Джон! Как дела, приятель? Хорошо у вас? Хорошо большое, спасибо за видео. Ребят, вы молодцы. Вы вдохновляете стольких людей. Спасибо. Спасайте жизни. А я всего лишь готовлю иду. Можно я посмотрю? Да, идите сюда. Чего посмотреть? Расскажите мне о Джейсоне. Он мой приятель, я познакомился с ним, когда он прилетел сюда во время Рогана Катрина. Он тогда работал в Сан-Франциско и прилетел сюда на две недели. Он просто хороший парень. Теперь он работает здесь. Он сам решил вернуться. Он спасал жизни, да, ясно. Руководил операциями. Мы должны приготовить ему особенный ужин. Давайте, я жду с нетерпением. Вы на таком вертолете летали во время Катрины? Да, у меня есть лицензия для полетов, только на этой машине, поэтому я на ней летаю. Что вы обычно делаете, когда взлетаете? Хотите, я вам все тут покажу? Это мое сидение. Это трос, это крюк. Спасатель обычно цепляется за свой упряжь. Так, крепится. Да, он сидит у двери, я прицепляю к нему крюк, закрепляю, открываю дверь, говорю пилотам, что я готов, и затем спускаю его. А Джейсон занимается тем же, что и вы? Абсолютно тем же самым. Ребят, вы заслуживаете не просто хорошего ужина, вы заслуживаете чего-то особенного. Спасибо. Какая еда ему нравится? Обычно мы собираемся вместе, едим бургеры и пьем пиво, вот и все. Нормальные ребята, да, бургеры и пиво, ясно. Но мы не можем готовить бургеры и пиво, я бы хотел приготовить аллигатора. Давайте. Хотите попробовать? Да, давайте. Как насчет Побойс? Обожаю Побойс. Да, отлично, потрясающе, давайте, я не могу больше ждать. Это место знаменито своими устрицами. Да. И аллигаторами. Как у вас дела, ребят, как дела? Хорошо, рад вас видеть. Я слышал, что здесь продают лучшее мясо аллигатора в городе. Честно скажу, я согласен с вами. Да? Вообще-то я никогда его не готовил, но я бы хотел попробовать. По крайней мере, один раз. Вы можете продать нам мясо? Да, могу, чуть-чуть. Прекрасно, замечательно. Очень свежее. Видите, какое белое. Именно такими аллигаторов выращивают на биофермах. Очень чисто и хорошо подходит для готовки, это лучший хвост аллигатора. Прекрасно. Так что вы можете немного взять с собой, приготовить, посмотрим, понравится ли вам. Чудесно, большое спасибо. Смотрите, можете себе это представить? Вот этот город. Да, я это обожаю. Дуд, вы молодец. Теперь у нас есть продукты, и мы с Джоном возвращаемся на станцию береговой охраны, чтобы начать готовить. Надеюсь, это подойдет. Друг мой, это прекрасно. Они перестроили здесь все после урагана, да? Да, круто. Сегодня мы дежурим на кухне, и прежде всего мы будем на гриле жарить аллигатора с пикантным соусом. Затем любимые блюда ребят из Новоорлеана, по бой, с мягкотелым крабом. А на десерт, классическое французское блюдо, свежее и горячее бенге. Это квадратные жареные пончики с сахарной пудрой. Думаю, начнем мы с соуса для аллигатора. Соус, который мы будем готовить, называется пикантный. Ясно. Это очень острый соус, ингредиенты. Репчатый лук, немного чеснока, сельдерея, а вначале мы порежем помидоры. Видели такие помидоры? Нет, удивительные. Знаете, откуда они? Уже давно в супермаркетах продаются разные сорта помидор, которые легче всего перевозить, хранить, они долго не портятся. Было выведено несколько таких сортов, были найдены старые семена, и вывели ряд сортов помидоров. У них у всех свой вкус. Чудесные помидоры. Сейчас мы их порежем. Да, аккуратненько нарежем. Вы не думайте, их можно есть, просто существует много разных сортов. Можно взять зеленый, желтый, красный, черный. У всех у них разный вкус. Я хочу попробовать черный. Вы будете резать желтый. Я хочу черный попробовать. Да, пожалуйста. Да. На вкус как помидор, правда? В этом весь секрет. Сейчас мы их тонко порежем. Рынок правит мерам. Да, получаем нужный цвет. Приправа очень вкусная, смотрите. Видите, это помидор. Может, он и выглядит отвратительно, но зато он вкусный. Хорошие дополнения для кухни. Да, каждый раз новое. Поехали. Порежьте помидоры. А теперь положим все это в кастрюлю. Она уже разогрета. Разогрета. Хорошо. Немного оливкового масла. Хорошо. Бросайте лук. Вам придется все это делать. Затем, наверное, половину чеснока. Это будет действительно острый соус. Хорошо. Отлично подойдет для вас, ребята. Я люблю острый. Положу еще немного красного перца. Хорошо. Немного зелени. Затем я поперчу каенский перец. Так. Насколько острый он должен быть? Острый. Пусть пропотеет. Хорошо. Теперь немного сельдерея. Так. Добавляем. Вы специально оставили это на потом. Мы добавляем все по очереди, чтобы чеснок не забивал своим вкусом, и лук тоже. Так что в начале вот это. Когда аромат выпаривается, мы добавляем перец. Нужно добавить чуть каенского перца, пока соус еще не слишком жидкий. Хорошо. Хорошо. А помидоры в последнюю очередь, они слишком сочные. Ясно, пока мы их не добавляем. Как только мы их добавим, у нас получится соус. Чувствуете, какой нос? Да. Я не знаю, где я учился готовить, но там, где я учился, мы любили острый. Все, приятели, уже все. Теперь аллигатор. Извини. Скажи мне это с австралийским акцентом. Здорово, приятел. Неплохо, сойдет. Вот аллигатор. Нам нужно несколько маленьких кусочков. Сейчас мы тут чуть отрежем, чтобы не было сухожилия. Иначе он будет слишком жесткий. Теперь берем молоточек. Сейчас будем отбивать, но не до конца. Хорошо. Стукнем здесь и немного здесь, а теперь возьмем большие длинные шампуры и насадим на них мясо. Так. Вот так, продолжаем. Продолжаем. Неплохо, да? Ваши выглядят отлично. Ваши тоже. Ты настоящий шеф-повар. Мне нечем хвастаться. А теперь мягкочилый краб для по-бойс. По-бойс. Теперь мы добавим краба, только его нужно приготовить. Хорошо. Смотри, какой длинный багет. Такие можно купить только в Новом Орле. По-бойс с любой начинкой. Да, с любой. Я так понимаю, что это большой сэндвич, сделанный из багет. Сэндвич, сделанный из такой стыла багет. Да, это по-бойс. Нужно срезать верх, но не посередине, а чуть выше. Так. Вот так. Хорошо, мы разогреем их в духовке. Так. Потом подадим. Теперь крабы. Крабы и чудесные. Мягкочелый краб. Я бы хотел знать ваше определение слова «чудесный». Вот это чудесно. Я фанат еды. Я ценитель еды. И сырое мясо меня не отпустит. Да меня вроде тоже. Конечно, вкусно. Но я бы не рискнул поцеловать это животное. А я тоже. Не переживайте. Этих крабов можно ловить в определенное время года, когда они сбрасывают панцирии, поэтому их и называют «мягкотелыми крабами». Его можно есть целиком. Поднимаете его панцирь и видите то, что называется пальцами мертвеца. Думаю, это легкие. Чистим, да. Да, снимаем пальцы. И отрезаем хвост. Отрезаем переднюю часть. В принципе, это все. Все, что нужно отрезать. Перед тем, как его жарить, нужно добавить приправу. Соль не нужно добавлять, потому что высушит, да. И кладем их в пахтуру. А где сейчас Джейсон? Он в офисе. Нужно придумать, как мы устроим ему сюрприз. Если хотите, я могу позвонить ему и сказать, через 10 минут мы собираемся поиграть в покер. Давай встретимся снаружи. Хорошая идея, подойдет вполне. Хорошо. Гудки пошли. Привет, как дела? Послушай, один из пилотов зовет нас поиграть в покер. Ты с нами? Да? Круга. Тогда увидимся. Пока. Все? Все готово. Отлично. Хорошо. Он думает, что будет играть в покер. Да. Мы можем пойти к нему, да. Все идут с нами. Пошли, ребята. Пошли. А где его офис? Он там, он сейчас с нами работает. Как только он откроет дверь, мы начнем. Ужин будет скоро готов, и Джон позвонил своему другу, Джейсону Кейку. Джейсон думает, что будет играть в покер, но мы с Джоном собираемся его удивить. Сюрприз. Давай, приятель, иди сюда. Джейсон, я Керт Стоун. Как дела? Джейсон, приятно познакомиться. Взаимно. Извините. Джон Джеймисон. Рад познакомиться. Прекрасно. Добро пожаловать на бар. Недавно ваш друг Джон связался со мной и сказал мне, что вы необыкновенный парень, один из лучших. Рассказал мне о ваших подвигах во время урагана Катрина, о людях, которых вы спасли. Очень понравилась история, я решил приехать сюда и приготовить вам необыкновенный ужин. Вы готовы? Готов. Что скажете, звучит неплохо. Я рад, что вам встретили. Спасибо. Сюрприз. Поступил вызов, и Джона придется уехать. Это правда, приятель? Абсолютно. Ладно, ладно, что происходит? Вам поступил вызов. Вы слышали сигнал тревоги? Да. Так что я пошел к машине. И вы улетите? Да. Удачи, надеюсь, все пройдет хорошо. Пока, Джон, берегите себя. Я оставлю вам еду. А пока я буду продолжать делать то, что я делал с Джоном. Я буду готовить для Джейсона. И всех остальных. Если Джейсон вызовут, я буду готовить для остальных. Я хочу дать дань этим ребятам, которые защищают наши границы, наши моря, охраняют нас. Сейчас я буду готовить бенья на десерт. Сейчас я вам покажу, как их готовить. Берете теплое молоко, четверть стакана, это все, что нужно. И немного сухих дрожжей. Дрожжи начнут бродить. Потом я возьму 4 яйца. Смешаю их растительным маслом. Это добавит тесто вкуса. И мне нужна четверть стакана топленого сливочного масла. И 3,3 стакана муки. Обычной муки. А еще у меня есть 2,3 стакана сахарной пудры. Чтобы тесто было сладким. Сейчас я смешаю это. Вначале я добавлю дрожжи к яйцам. Теперь мы медленно это сюда выливаем. Постоянно помешиваем. Вот у нас топленое масло. И тесто у нас получится ровное, без комочков. Как только вы закончили работать ложкой, переворачивайте. Нам нужна однородная масса. Как только тесто становится однородным, скатывайте его в шарики, потом заворачивайте их в бумагу и кладите в холодильник. Пришло время для Пу-Бойс. Я хочу приготовить для этих ребят, Джейсона и его друзей, кое-что вкусненькое. Начнем мы с приготовления краба. Чтобы пожарить краба, я взял немного маиса. Сейчас я сниму все излишки и погружу их в приправленный маис. Видите? Это то, что нам надо. Теперь я расскажу вам историю Пу-Бойс. Я слышал, что этот рецепт относится к 20-м годам 20-го века, когда все транспортные рабочие вышли на демонстрацию. Там стояла телега с сэндвичами, где рабочие могли бесплатно взять сэндвич. И когда они видели эту телегу, они говорили, а вот еще один Пу-Бой. То есть бедный мальчик, понимаете? А потом эти сэндвичи стали называться Пу-Бойс. Теперь мы берем краба. Вот так. Крабы находились там 2,5-3 минуты. Прекрасные хрустящие крабы. Кладем их на впитывающую бумагу, чтобы избавиться от лишнего масла. Я мажу хлеб горчицей, весь нижний кусок. Переберу мягкотелых крабов и кладу их на хлеб. Сверху поливаю майонезом. Теперь помидоры. У меня есть прекрасные редкие томаты. Всевозможные сорта, прекрасные цвета, желтые, с разным вкусом. Мы кладем их слоями. Теперь немного лука. Режем лук тоненько, кусочки не должны быть толстыми. В Пу-Бойс не должно быть много лука, иначе он перебьет вкус, особенно если брать сырой лук, так что я добавляю лишь чуть-чуть. И немного острых маринованных огурцов. Сверху одним слоем. И, конечно, сэндвич должен хрустеть, поэтому мы добавляем салат. Теперь я сбрызну все сэндвичи. Вот этот сверху. Теперь, когда сэндвичи готовы, мы можем вернуться к закуске. Пришло время для хвостов аллигатора. У нас есть особые приправы, которые в Новом Орлеане можно купить где угодно. Называется оригинальная креольская приправа. Теперь мы добавим это сверху. Немного оливкового масла. Чуть-чуть брызнем. Оливковое масло добавит немного запаха и поможет им приготовиться. Пришло время ставить их на гриль. Они быстро готовятся, всего за пару минут. Они должны быть расплющенными. Конечно, если у вас есть хороший гриль снаружи, это лучший способ приготовить их. Так, похоже, я слышу пожарную тревогу. Это уже вторая пожарная тревога сзади. А я еще даже не подал ужин. Это моя вторая пожарная тревога за сегодня. После первой они и отправились спасать чью-то жизнь, а теперь пожарная машина едет, чтобы спасти мою жизнь. А я всего лишь готовил мясо аллигатора для ребят. Лучше я пойду и объясню им, что произошло. Большое спасибо, что приехали. Я очень извиняюсь, это все из-за шампуров с мясом аллигатора. Они слишком разогрелись. Хорошо, к счастью, ничего не случилось, ничего не сгорело. И мы просто приехали проверить. Да, большое спасибо, что приехали. Ничего, все нормально. Приезжайте потом к нам отведать по бойс. Думаю, я легко одевался. Не думал, что когда-нибудь у меня выдастся день, столь насыщенный событиями, но верите ли, нет, а еда готова. И по бойсу, и шашлычки из аллигатора. Сейчас я добавляю пикантного соуса и пойду накормлю ребят. Пикантный соус кипит тут уже несколько часов. Сейчас попробую. Так, по бойсу готовы. Шашлычки из аллигатора и пикантный соус тоже. Будем надеяться, что у ребят уже разыгрался аппетит. Джон пока на задании, а Джейсон с товарищами пробует блюдо. Так, ребята, что у меня есть, сейчас я расскажу. Это шашлычки из аллигатора. А это пикантный соус. Очень вкусный острый томатный соус. А это по бойсу с мягкотелым крабом. Сегодняшний ужин начинается с шашлычков из аллигатора с пикантным соусом. Потом любимые блюда жителей Нового Орлеана с изюминкой. По бойс со свежими мягкотелыми крабами. Слаждайтесь, ребят. Приступайте, ешьте. Давайте. Пока мы ждем Джона, я вернусь на кухню и приготовлю десерт. Пришло время для меня. У меня есть немного муки, сейчас посыпем. Так, тесто уже достаточно застыло, можно скатывать. Видите, дрожжи сделали свою работу. Тесто подошло именно так, как надо. Теперь я его раскатаю до толщины в сантиметр, а потом порежу. Возьму специальную бумагу. Чуть посыплю мукой. Теперь они должны постоять 45 минут. Пусть дрожжи сделают свое дело, и они разруют. Отлично. Ну как? Как раз бенье. Да, я оставил вам немного аллигатора. Этот карти знает, что делает. Теперь можно готовить. Мне нужно горячее масло, я беру их осторожно опускать. Смотрю, как они шутят, переворачиваю. Снизу они будут красивые, золотистые, смотрите. Вытаскиваю их из масла, нужно чуть потрясти, и кладу на впитывающую бумагу. Красивенько посыпаю с сахарной пудрой, вот так. Время для бенье. На десерт мы приготовили настоящие свежие горячие бенье. Джон вернулся. Приятель, вы вернулись. Да, как дела, отлично, вы вернулись с целостей невредимости. Да, здорово. Бенье. Сейчас я это уберу. Похоже, вам не понравились хвостики аллигатора. Их не осталось. Очень вкусно. Вы настоящий герой, и я оценю ваше время и ваши старания. Спасибо. Спасибо вам, спасибо, что приехали. Вам спасибо, был рад познакомиться, наслаждайтесь. Спасибо за ужин, я пока помою посуду. Спасибо. Здорово. Что делать для него? Единственное, что мне нравится больше Нового Орлеана, люди, которые в нем живут. Сегодня я был счастлив порадовать людей, которые столько делают для нас. Увидимся в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok